Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Михаил Евдокимов умер 14 лет назад, когда Даниилу был всего год. Вот как сейчас выглядит единственный сын артиста. Талантливого актера и пародиста Михаила Евдокимова нет в живых уже более 14 лет. Однако поклонники до сих пор вспоминают добрым словом этого человека. За его стремление сделать жизнь людей в Алтайском крае чуточку лучше. За его искренность в фильмах и песнях. За его умение смеяться в первую очередь над собой. Несмотря на свою публичность, Михаил Евдокимов не любил рассказывать репортерам о личной жизни. И на то были свои причины. Известно, что у артиста осталась жена Галина, которая была домохозяйкой, и дочь Анна. И все бы ничего, да только после гибели артиста стали очевидными некоторые из его тайн. Евдокимов принадлежал к числу тех мужчин, которые живут на две семьи. А в данном случае можно сказать, что и на три. Так, от Надежды Жарковой в 1995 году была рождена внебрачная дочь Анастасия. А незадолго до гибели артиста в его жизни появилась модель с экзотической внешностью Инна Белова. В августе 2004 года у пары родился сын Даниил. Подобная ситуация не была бы возможна без активной гастрольной деятельности с юмористической передачей «Эншлаг». На гастролях вдали от жены слишком много соблазнов. Плюс ко всему к артисту подкрался пресловутый кризис среднего возраста. Импозантный Евдокимов производил благоприятное впечатление на женщин. Состоявшийся артист с именем не дурен собой, умеет пошутить. В 2003 году в одном из ресторанов Михаил Евдокимов заприметил эффектную мулатку и пропал. Недолго думая, артист подошел к девушке. Его не остановили ни собственное семейное положение, ни разница в возрасте. Инна на 22 года моложе. Между влюбленными закрутился бурный роман. Чтобы проводить больше времени с Беловой, артист придумал гениальный ход. Евдокимов зачислил свою новую пассию в штат программы костюмером. Так Инна получила легальную возможность разъезжать с Евдокимовым по городам. Никто ничего не заподозрил. Годом позже Белова родила от артиста сына. Евдокимов был несказанно рад появлению наследника. Так что на радостях подарил своей возлюбленной автомобиль. В это же время артист захотел реализовать себя на новом поприще. Он пробует силы в политике, выставив свою кандидатуру на выборах в Государственную Думу. Скандалы новоявленному кандидату в депутаты были не нужны. Поэтому весть о рождении внебрачного сына тщательно скрывалась. Народ предпочел проголосовать за идеального семьянина, а не за гуляку артиста. Именно поэтому мальчик получил фамилию матери. От отца у него только отчество – Даниил Михайлович Белов. Однако, несмотря на плотную занятость, новоиспеченный отец старался навещать Инну и сына при любой возможности. Через год, будучи губернатором Алтайского края, Евдокимов погиб. Артисту не удалось увидеть, как его единственный сын растет и взрослеет. Ему не удалось передать Даниилу свой опыт и навыки. Стоит отметить, что после гибели Михаила Сергеевича Инна Белова повела себя как добропорядочная женщина. Несмотря на всплывающие факты о двойной жизни артиста, модель не собирала вокруг себя репортеров и не делилась жареными фактами. Кроме того, Инна не претендовала на наследство Евдокимова, чем заслужила уважение законной супруги. Удивительно, но бывшие соперницы даже умудрились подружиться. Они до сих пор общаются и не держат друг на друга зла. Совсем скоро Даниилу Белову будет 16 лет. Мальчик внешне сильно похож на отца. Разве что цвет кожи у парня немного смуглее. Инна часто публикует его фото в соцсетях. Сейчас внимание прессы к персоне Белова и ее сына заметно поубавилось. Правда, иногда Инне поступает предложение сняться в скандальных ток-шоу, которые любят выворачивать жизнь любимых артистов наизнанку. Однако наша героиня отвергает любые предложения, показывая, что не нуждается в деньгах. Известно, что модель с семьей живет в роскошном доме в Подмосковье. О жизни Инны мы узнаем по публикациям в соцсетях, а также по рассказам актера Александра Михайлова, который был дружен с Евдокимовым. Наша героиня вышла замуж и родила еще одного сынишку, которого назвала Макаром. Сам Даниил любит пересматривать фильмы и концертные выступления с участием Михаила Евдокимова. Парень гордится своим отцом, но о карьере артиста не помышляет. Он учится в кадетском училище. А что по этому поводу можете сказать вы? Поделитесь своим мнением в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.